Какие вещи, на удивление, являются незаконными? В Ватикане на законодательном уровне запрещено прыгать с парашютом внутри базилики Святого Петра. Властям пришлось выпустить данный закон после того, как один чел сделал это. Ему не было предъявлено никаких обвинений, поскольку на тот момент такого закона не существовало. О, я скоро вернусь. Ща только сигану с тарзанки в базилике Святого Петра. В Китае реинкарнация без разрешения правительства запрещена законом. А что они мне сделают? Убьют меня? Ну тогда я просто снова реинкарнирую. В нескольких штатах США запрещено ловить рыбу верхом на лошади. Просто погуглите идиотские законы о рыбалке. Их там много. Спать в своей машине. Это просто пиздец какой садистский закон. Единственные люди, против которых направлен этот запрет, это те, у кого нет другого выбора, кроме как поспать в машине. Или люди, совершающие длительные поездки. Или люди с очень комфортными автомобилями. На самом южном острове Карибского бассейна, Тринидаде и Табага, на законодательном уровне запрещено публично сквернословить. Кроме того, там запрещено носить на публике камуфляжные вещи. Пара челов со штатов, с которыми я работал, убедились в этом на собственном опыте. В штате Коннектикут маринованный огурец не может считаться маринованным огурцом и продаваться как маринованный огурец, если он не отскакивает от пола при падении с высоты в полметра. Данное постановление штата стало результатом того, что хитрые упаковщики огурцов продавали некачественные огурцы, которые явно не отскакивали от пола. Теперь я чувствую себя защищенным. А я нет, я ведь не в Коннектикуте. Теперь я парюсь о том, что мне продали хреновые огурцы. А я не могу их проверить, потому что я их уже съел. Я вам расскажу про одну вещь, которая, на удивление, у нас не запрещена. В Великобритании совершенно законно иметь у себя семена каннабиса. Однако стоит вам поместить их в какую-нибудь горсточку земли, и вы тут же станете преступником. В результате этого возникают различные забавные ситуации. Магазины продают семена, лампы, тенты, удобрения и почву для выращивания травы. Но с оговоркой «сувенирная продукция». Я даже видел один магазин, в котором целый абзац, объясняющий процедуру выращивания конопли, был дополнен фразой «не делайте этого». Аналогичным образом у нас абсолютно легальны споры чудодейственных грибов. Но только до тех пор, пока вы их не выращиваете. «Напомнила мне про винные кирпичи во времена сухого закона». Растворив кирпич в галлоне воды, не ставьте жидкость в кувшине подальше в шкаф на 20 дней, потому что в таком случае она превратится в вино. В Техасе запрещено иметь более шести секс-игрушек. Пять, как я понимаю, можно, но тогда вы будете ходить по очень тонкому льду. Кого-нибудь когда-нибудь арестовывали за то, что у него было больше шести игрушек. Представляю себе сцену задержания. В реальности, скорее всего, это будет дополнительным пунктом в обвинении человека, на которого власти захотели навесить максимальный срок. Если брать Западную Австралию, то там на законодательном уровне запрещено хранить более 50 килограмм картофеля. Да, вы правильно прочитали, картофеля. Его отменили в 2021 году. Но да, это был забавный закон, который действительно запрещал хранить или перевозить более 50 килограмм картофеля, если вы не являетесь работником картофельной корпорации. Законодательство даже позволяло сотрудникам правоохранительных органов останавливать и обыскивать ваш автомобиль на предмет наличия картофеля. Если у вас было ровно 50 килограмм картошки, то вам бы не сказали ни слова. Но если у вас лежала лишняя картофелина, и вы превысили разрешение 50 килограмм, молитесь Богу. Я задал этот вопрос, потому что сегодня я прочитал, что во многих штатах, включая мой, незаконно брать комиссию с оплатой товаров и услуг кредитной картой. Однако это почему-то не останавливает многие заправки, на которых я заправляюсь. Они обходят этот закон, делая так, что цена по кредитной карте – это полная цена, а цена наличными – это цена со скидкой. Таким образом, они якобы не берут с вас дополнительную плату при оплате кредиткой. В Германии разрешено бежать из тюрьмы, но не в тюремной форме, потому что это считалось бы воровством. В Нидерландах вам тоже разрешено бежать из тюрьмы, только при побеге вам не разрешается нарушать никаких других законов. К примеру, вам нельзя угрожать кому-либо или причинять вред. Когда вас снова поймают, и в случае, если вы не будете осуждены за дополнительные преступления, какие вы могли совершить во время побега, то вам просто придется отсидеть оставшийся срок, который вы должны государству. Короче говоря, сам по себе досрочный выход из тюрьмы не является наказуемым преступлением. Изменено. Взлом дверей или окон является наказуемым преступлением. И за то, что вы сделали это во время побега или попытки побега, вас ждет наказание. Не обязательно в виде дополнительного срока, но это приведет к лишению привилегий, возможно, к неделе в изоляторе. У вас будет меньше шансов выйти раньше благодаря хорошему поведению. И в этом есть смысл. Как неамериканцу, впервые приехавшему в США, мне кажется странным, что у вас нельзя находиться в общественном месте заметно пьяным. К вам может подойти полицейский и устроить допрос. Алло, а как мне тогда добираться домой после бурной ночи? Это скорее означает, что, будучи пьяным, вам запрещено нарушать спокойствие других людей. Но что конкретно означает нарушение спокойствия, никому не понятно. Это остается на усмотрение каждого полицейского. Самовыпил. Потому что ты не вправе уничтожать государственную собственность. Охранник бросает труп в камеру. Вот что тебя ждет, ты мерзкая тварь. У нас незаконно говорить, я хочу убить президента. Но то, что я это сказал сейчас, нормально, потому что я сказал это в образовательном контексте. Так что мне уж точно можно говорить, что я хочу убить президента Соединенных Штатов. Но это только потому, что я говорю вам не говорить этого. Тогда как если бы я не говорил этого в абсолютно образовательном контексте, то считалось бы незаконным сказать что-то вроде «Я хочу убить президента Соединенных Штатов Америки бомбой». По закону полиция не обязана помогать вам. Это было подтверждено Верховным судом. Был конкретный случай, когда мать двух дочерей позвонила в службу 911 и сообщила, что отец девочек, которому запретили приближаться к ним, похитил их. Полиция не предприняла никаких действий, вскоре после чего отец убил двух маленьких девочек. Мать подала в суд на полицию, но ее заявление было отклонено, потому что полиция в буквальном смысле не обязана предпринимать каких-либо действий, чтобы вам помочь. В Нью-Йорке запрещено участвовать в забегах босиком, а для того, чтобы быть бездомным, вам необходимо разрешение. Продажа автомобилей клиентам напрямую. Правительство, как всегда работающее на благо народа, сделало незаконным отказ от услуг автосалона. Несколько автомобильных компаний, включая Ford, все больше говорят об упразднении дилеров и прямых продажах своих автомобилей потребителю. Тесла уже внедрила эту практику. Во всей Алабаме запрещено ходить по улице с рожком мороженого в заднем кармане. Во времена, когда большая часть людей передвигалась верхом, конокрады специально клали мороженое себе в задний карман, технично заманивая лошадей и беспалевно воруя их. В свое время была распространенная воровская схема. Когда-то со своим сообщником шел в продуктовый магазин и заявлял продавцу, что поспорил со своим другом о том, сколько патоки поместится в его шляпу. Ты, само собой, платил за патоку и просил продавца наполнить ей шляпу до краев. Как только он наполнял ее, вы быстро натягивали шляпу на голову продавца и пока он ничего не видел, грабили магазин. Такая тема реально существовала в прошлом, так что я без проблем могу поверить в этот трюк с мороженым. Тревожить королеву. Раздел 49 уголовного кодекса Канады. Приговор до 14 лет лишения свободы. Думаю, моим любимым нелепым канадским законом до 18 года, когда закон был отменен, было то, что мошенничество в колдовстве было под запретом. Я не помню конкретные разделы и прочее, но он был сформулирован таким образом, что намекал на то, что настоящее колдовство это нормально. А вот шарлатанство вне закона. Еще одно великолепное уточнение есть в законодательстве Эсватини, страна в Южной Африке, где ведьмам разрешено летать, но не выше 150 метров. Если они будут летать на этой высоте и выше, они рискуют получить огромный штраф от авиационных властей. Ну, это просто практично. Никому ведь не будет легче, если ведьму засосет в реактивный двигатель самолета. Детям запрещено законом продавать лимонад, если у них нет лицензии. Один пацан с моего района только что заработал 200 долларов, продавая лимонад. Если я сообщу о нем в нужные органы, выпишут ли ему штраф, спрашиваю для друга. Ладно, само собой и я рофлю. 200 долларов, говоришь? Вместо того, чтобы стучать на него, лучше сооруди свой собственный лимонадный киоск с вывеской «Свежий лимонад». И пусть на столе стоит большой прозрачный кувшин с плавающими в нем половинками лимона. Встань где-нибудь на углу, где есть знак «Стоп» и заплати миленькой соседской девочке 5 баксов, чтобы та притворилась, будто ты просто помогаешь ей наливать лимонад в кружку и все такое. Сорвешь здоровенный куш и утрешь тому парнишке нос. В штате Небраска, не имеющем выхода к морю, запрещен китобойный промысел. У нас был политик, лидер профсоюза, внезапно получивший повышение, потому что избранный чиновник умер, и на его место это был единственный бесспорный кандидат. Так вот, он впервые побывал в морском порту, и узнав, что тот приносит огромные доходы, чел тут же пообещал, что построит порт в своем штате. Проблема в том, что в этом штате не было выхода к морю, и он вовсе не имел никаких водоемов. Когда его секретарь сказал ему, что для этого ему понадобится выход к морю, тот предложил прорыть от ближайшего моря вглубь страны канал на 150 километров. У нас в стране в каждом доме по закону должно стоять хотя бы одно биде. Изменено. Поскольку многие интересуются, я живу в Италии. А у нас вы не можете получить кредит на покупку дома, если в нем нет хотя бы одной ванны. Нет, душевые не считаются. На самом деле это не юридический закон, но кредит вам все равно не дадут. Такие вот у них жесткие правила. Изменено. Мой комментарий вызвал большой отклик, поэтому давайте я проясню пару вещей. Как я уже сказал выше, это не закон. Насколько я знаю, не существует закона или строительных норм, которые требуют, чтобы в доме, квартире и так далее была хотя бы одна ванна. Разные кредиты на покупку жилья имеют разные требования. То, что запрещает один кредит, другой кредит может разрешить. Возможно, некоторые кредиты разрешают покупать дома без ванны. На самом деле я узнал об этом тупом правиле по поводу ванны от соседа. Он делал ремонт в доме, который только купил, и в нем не было ванны. Несколько риэлторов проинформировали его об этой проблеме. Я даже близко не эксперт в теме жилищных кредитов. Единственное, я бы посоветовал вам при получении кредита спрашивать об ограничениях на то, что может или не может быть в вашем будущем доме. В Миссури на законодательном уровне запрещено теребонькать бабочки. Делайте с этой информацией что хотите. Самое интересное, это не сами законы, а то, каким образом они появились. Это связано с эффектом бабочки. Вы потеребонькали один раз, и тем самым вызвали цунами по всему миру. После одного раза к вам вдруг начали слетать бабочки со всего мира, чтобы тоже испытать подобные чувства. Их маленькие крылышки бьют по воздуху. Легкие бризы превращаются в ветра. Ветра превращаются в штормы. Вскоре по всей земле проносятся торнадо, ураганы, цунами, вызывая массовые разрушения во всем мире. Ровно через год после случившегося в Мексике будет идти снег, а реконил замерзнет. И все потому, что кому-то захотелось передернуть бабочки. Вот почему у нас существуют такие законы, люди. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео вспомни, какие вещи на удивление являются незаконными. И не забудь посмотреть наши другие выпуски. Пока.